Инфекционное отделение центральной городской больницы в сентябре 17-го закрыли на капитальный ремонт. Открыть больницу планировали в начале 18-го. В январе городским и краевым СМИ показали обновленные палаты на втором и третьем этажах. Тогда же стало известно, что отделение вовремя не откроется. Было принято решение сделать ремонт на первом этаже, хотя изначально в планы он не входил. О ремонте первого этажа Бийского инфекционного отделения заявили пять месяцев назад. Но, судя по виду окно, ни строителей, ни материалов здесь нет. А пациентов отправляют лечиться в соседний с городом район. В Первомайской больнице Бийского района для больных освободили несколько помещений. Инфекцию, по мнению пациентов, лечат в тесноте. Есть палаты, в которых установлено по семь коек. Это было, что лежим все вместе в палате. То есть мы болеем, еще кого-то привезли, тоже болеют. Жалуются пациенты на отсутствие в районной больнице горячей воды. И на то, что во время дождя с потолка льется ручьями. Есть сложности и по медицинской части. Для того, чтобы сделать рентген, приходится ждать часами. Не говоря уже о самих процедурах. Чтобы попасть на некоторые, приходится преодолевать лабиринты по больничным коридорам. Через всю больницу, да, и если ты лежишь одна, и как бы ты, ну, все равно мы женщины, мы не приспособлены, тяжелых таскать детей. И это очень, ну, вообще неудобно. Сегодня закрытая на ремонт больница объединила целую группу родителей. Люди общаются и обмениваются новостями о судьбе бийской инфекционки. И с нетерпением ждут начало июля. Именно в середине лета медики сами рассчитывали вернуться в родные стены. У меня в руках официальный ответ из Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе ремонтных работ в бийском инфекционном отделении ЦГБ. Здесь сказано, что больницей разработана еще одна уже, третья по счету смета. На этот раз здесь намерены привести в порядок кровлю, фасад и подвал здания. Так что, похоже, открытие инфекционного отделения вновь откладывается на неизвестный срок. Евгения Ижутова, Сергей Даровских, Андрей Сегаев. Наши новости.